Ну, привет тебе, Данина Прохоровна. Здравствуйте. Как рада тебя видеть. Доброе утро. Доброе утро. Я тоже очень рада вас видеть. В Киеве чудесный рассвет сегодня. Замечательно. А мне так нравится, что ты в Киеве. Потому что в нашей школе человек будущего, Homo Futurus, со всех городов, страны, мира, независимо от национальности, независимо от религии, независимо, ну, мы не политикой занимаемся, мы занимаемся выстраиванием человеческих отношений. И поэтому мне очень приятно, что ты будешь помогать нам. Ты сама вызвалась добровольно, сказала, я хочу вам помочь сделать свой стиль фирменный. Это фирменный стиль называется, да? Да, это называется фирменный стиль. Или еще визуализация бренда, если современным языком говорить, в маркетинге, это на визуализация бренда. А я как раз обещал в школе, сказал, вот завтра я вас познакомлю с человеком, который капитан, руководитель, основатель, основатель дизайн-студии, которая называется... Дизайн-лаб или дизайн-лаборатория. Ну, как замечательно. А скажи два слова о себе, пожалуйста, потому что ты сейчас всем представляешь себя, и я рекомендую тебя, и поэтому где они тебя могут посмотреть, участники нашей школы, где они тебя могут увидеть, может кто-то заинтересуется и сам захочет с тобой делами, потому что я никогда не вмешиваюсь в отношениях. Я как незнайка люблю себя знакомить, радоваться, что они дружат, чтобы все любили друг друга, здоровались, приветствовали, помогали друг другу. Ну, такова наша школа. Модель будущего. Коротко о себе. Меня зовут Антонина Прохорова. На сегодняшний день я являюсь основателем и креативным директором дизайн-студии Дизайн-лаб. Это своего рода творческая лаборатория, которая объединяет единомышленников, творческих людей из разных креативных сфер. Это и дизайнеры, и художники, и писатели, которые копирайтерами у меня работают. Одним словом, единомышленники, люди, которые хотят творить. У тебя много таких у тебя в студии? Друзей-то у тебя много, а вот с тобой в студии? На сегодняшний момент в моей студии работает 5 человек. И мы активно расширяемся, поскольку сейчас в этом есть необходимость, есть возможность расширять спектр услуг, которые мы предоставляем. И специалисты хорошие есть. Мы вот потихонечку сейчас развиваем и не только графическое направление, графический дизайн, но и веб-дизайн, и в дальнейшем это будет еще работа с видео. То есть у нас есть видеограф, у нас есть операторы. Опять-таки это контент, это SMM, то, что сейчас необходимо для продвижения любого бренда в тех же социальных сетях и вообще в интернете. Вот, то есть такая у нас... Знаешь, ты очень милая девушка, а вот сзади тебя там есть картина. Да. Это ты сама рисовала, да? Да, да, это я сама рисовала. Покажи, скажи, о чем это? Мне очень нравится. Она такая какая-то... Видно? Видно, видно, это очень интересно, да. Эта работа... Ну, я ее начала писать достаточно давно, и сразу скажу, она еще не дописана. То есть это такой долгосрочный проект. Вот. На этой работе... Открытенькие, открытенькие такие ручки. Да. Дарящие, дарящие, да, и открытые, да? Понятно, понятно. Ну, это очень здорово. Ну, лейтмотивом этой работы стала моя мама. То есть где-то что-то я попыталась передать вот ее образ, ее уже на сегодняшний момент нет в живых. Вот. И этот человек, естественно, является очень важным в моей жизни. Мы понимаем. И по сей день, и навсегда, да. Вот. И это она. Скажи, пожалуйста, Антонин. Ну, я согласился с радостью, что ты будешь заниматься нашим фирменным стилем, чтобы в школе у нас есть традиционные уже эмблемы. У нас есть там Homo Futurus. Такая картинка, которую я сам делал, поскольку я рисую живопись. Там у него, там ручка всплывающая, потому что это символ того, что это не просто механическое движение, а идеорефлекторное, в ответ за образом автоматическое всплывание рук, и тем самым включение ресурсных состояний у человека. То есть это образ человека будущего. Но вот есть у нас еще такая, ну, как логотип называется, «Звезды над нами» и «Космос внутри нас». «Звезды над нами» на самом деле звездочка, и здесь тоже звездочка, и парящий человек, такой в упражнении полет, поскольку в методе ключ есть упражнение полет, поскольку это все создал в центре подготовки космонавтов, для моделирования невесомости у человека в земных условиях, чтобы он быстрее адаптировался там в полете. И как раз таки Эммануэл Кант говорил, «Звезды над нами» и «Этика внутри нас», потому что законы природы едины. И на самом деле, по моим представлениям, закон сохранения энергии, такой вот древнепонятный для людей закон, который олицетворяли разными символами, там и Шива, и там вот в древнеиндийском эпосе, там многоруки, и там все прочее. Десятое сегодня на языке современной, в современном языке. В конечном счете, можно и законы сохранения энергии вывести, ввести, почему у нас в школе принцип подбора путем перебора, потому что мы подбираем действия с синхронной текущему состоянию, где как раз таки у человека возникает облегченное восприятие, этих упражнений, по закону сохранения энергии. То есть он их тренирует и тренирует до выработки навыка. А навык это самое, это как раз таки новые связи в нейросетии, которые уже не требуют ни времени, ни пространства, то есть с минимальными затратами энергии. То есть оттуда идут и принципы обучения, и тренировки, и законы сохранения энергии. Мы это в школе обсуждаем, у меня там это на стене написано на школе. Но самое интересное то, что ты в теме, и ты, вот когда мы в прошлый раз с тобой говорили, ты поняла, что это когда руки вот так делают, хлёст там, допустим, или лыжника, или когда косят траву, это не механические движения. Это движения, которые ходят синхронно, соответствуют по частоте нервному напряжению. Я почему об этом сейчас говорю? Потому что это очень важно и для всех участников школы понимать, что в этот момент свободный поток сознания, то есть человек думает, о чём он думает, и делает, как делается, чтобы быстрее выйти на этот автоматизм, войти в ритм деятельности, чтобы тратить меньше энергии. Так вот вопрос в этом. Там очень нужно подобрать точные выражения, вот этому и думает, о чём думается, свободный поток сознания. Это одна свобода. И делает, как делается. Это другая свобода. Вот соединение двух этих свобод, духовной и материальной, и как раз создаёт целостность человека и освобождение от комплексов страхов, стереотипов мышления. Это сложный вопрос. Это сложно, да. Да. Это сложно. Потому что люди, которые не дошли до этого понимания, они иногда пытались с нами работать. И превращали, например, синхрогимнастику в обычную физкультуру, потому что такую двигательную. Ну, как вы там делаете? Руку так поднять или вот так? Так держать или вот так? Совершенно не задумываясь, что в этот момент как раз человек должен думать о своих проблемах, чтобы решить свои задачи. А это инструмент для их решения, а не для того, чтобы опять выучить новые какие-то упражнения. То есть вот это всё очень сложно. Это очень, да, тонкие моменты, очень-очень важные. И мы сейчас, думаю, будем совместными усилиями формировать вот эту концепцию передачи этой информации максимально большому количеству людей, чтобы она до них действительно стала понятной. Это очень важно, да. Я понимаю. Вот я так рад, что ты так глубоко понимаешь это. Вот это мне было очень важно. И мне было очень важно, что все участники школы это видят. Да, замечательно. Я тебе желаю, я тебе желаю творческих успехов. Ты же будешь общаться со школой. Кто-то тебе будет писать, звонить там. Как-то мы все вместе будем движется вперёд. Спасибо тебе. Спасибо вам большое. Большое. Искренне. Будем работать. Работать. Спасибо, Антонина. Успехов. Спасибо вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!